Связь поколений во имя будущего. Женщины Белоруссии и России укрепляют позиции и развивают отношения. Минские союзы женщин двух стран собрались за круглым столом на повестке дня о создании общей платформы для развития молодежной политики, обмена опытом и реализации совместных проектов. Если говорить про то, чем мы друг другу интересны, мы интересны абсолютно всем. Не зря мы союзное государство. Поэтому все, что мы делаем, мы делаем вместе. Программы наши развиваются, и это здорово. Но сегодня тема особенно важная, потому что мы понимаем, что от роли женщин зависит то, каким вырастет наше будущее поколение, каким вырастут наши будущие молодые девушки, какие ценности они понесут себе для того, чтобы передать подрастающему поколению. И поэтому очень важно, когда мы собираемся и обсуждаем, то, что мы будем делать, как мы будем делать, как мы будем работать с молодежью, какие новые формы и методы есть работать с молодежью, какие ценности мы должны как женщины вложить в нашу молодежь, чем они пойдут дальше. Сотрудничество между союзами активно развивается с апреля. Именно тогда было подписано соглашение Данстарт совместному проекту «Знамя памяти». На Буйническом поле пронесли полотнище знамени длиной 18 метров с именами героев Великой Отечественной войны. И если первый кирпичик заложен, то время закладывать второй. Он направлен на развитие молодежного крыла. Сегодня мы делаем второй шаг. Второй шаг направлен на развитие нашего молодежного крыла. Услышим наших коллег и подруг Московской области, какие реализуются проекты именно с молодежью. Есть интересные проекты и у нас, у Белорусского союза женщин, которые мы тоже презентуем. Финалом этого всего у нас будет подписано соглашение территориальной нашей организации Белорусского союза Минской области с Московской. Сотрудничество активно развивается и на региональном уровне. Соглашения о партнерстве заключены с рядом регионов России, в том числе Амурской областью, Самарой, Томским регионам. Мы принимали белорусскую делегацию у нас на подмосковной земле. Мы тогда наметили векторы общего взаимодействия. И акцент на взрослой, скажем так, части, которая состоялась в Подмосковье, был на то, что взрослое наше поколение дружит уже давно. Задача – познакомить молодежь, сделать так, чтобы у них тоже были свои друзья, чтобы они знали, какие общественные организации работают, чтобы у них был контакт простой через соцсети, через телефонный звонок. Самая главная цель – выстроение, построение этого взаимодействия. Конечно, что Россия, что Белоруссия живет общими ценностями. Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между двумя союзами. Философия схожа. Социально-экономическое развитие, патриотическое воспитание, культурный и спортивный обмен. Полина Макея, Юрий Ткаченко, Диана Глебович, агентство Минск Новости.